Приветствую вас, разрешите задать вам несколько встречный вопрос, значит, в ответ на ваш вопрос, что делать, да, что делать, чтобы что, то есть какая цель, Ольга. Вот вы спрашиваете, да, что делать, что делать, чтобы что, цель какая. Он к вам плохо относится? Да, плохо относится. Но почему? Из-за него? В нём что-то поменялось? Да, может быть. Но, в основном, вообще-то, он относится к вам так, потому что вы позволяете. Это ваше отношение к себе такое, это ваше отношение жертвы такое. Так вы ведите себя в глубине души. Мужчина относится к вам так, как вы считаете, к вам можно и нужно относиться. Его обесценивание вас, это ваше обесценивание себя. Понимаете? Вот. И всё. То есть, чтобы ситуация изменилась, нужно изменяться вам, меня меняться вам. Смотрите. Вы жалуетесь. Что он меня не ценит, что он меня не любит, что он не уважает меня, да, что он не делает для меня ничего, что он воспринимает меня как домработницу. Так вы делаете, вы ведёте себя как домработница, как-то не как няня. Потому что он вас так воспринимает. Если вы говорите, что вы не можете его оставить, это какая позиция? Родительская. А он себя ведёт как? Как ребёнок с вами. Как капризный ребёнок с вами. Как только вы перестаёте вести себя как родитель, как заботливая мама по отношению к нему. Как только вы вспоминаете о себе, о своём гордости, о своих чувствах, о своих желаниях. Да? Как только вы берёте в руки свою собственную жизнь, не мыслите как жертва, что... Так. Сейчас найду. Вот. Я не работаю, у меня нет такой возможности. А что вы делаете для того, чтобы она появилась? Друзья. Делаете ли вы что-то для этого? Так. Значит, я всё делаю и подумаю, а кто вас заставляет? Зачем? Занимаюсь его внебрячной дочкой, которая живёт с нами. А кто вас... как бы, ну... Это его дочь. Он же как бы не обязан это делать. А почему у него не сложились отношения с прошлой... с прошлой... ну, с другой женщиной, с предыдущей женщиной? Вот. То есть, такое ощущение, вот вы говорите, у меня здесь нет друзей, мои родные, ээээ... живут в другой стране далеко от меня, у меня нет работы, я всё время одна. Выезжал, вот. Эта позиция жертва есть. Соответственно, следующая ваша игра с данного. То есть, любое, любое предложение, которое вам будет поступать, ээээ... будет отвергаться. Потому что, по итогу, вам нужно убедиться в том, что вам никто, ничто не поможет. Нет, нет выхода из ситуации. Это жизненный сценарий, тупик. Эээ... значит... Соответствующая игра, игра в данного. Эээ... вот. Вот. И потребность вашего внимания и в собственной ре... 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 реализации. Эх. То есть, вы же... вы же... никак себя не ре... не... не... не реализуете. Вот. Эээ... никак... эээ... женщина, никак... эээ... друг, никак... ээээ... социальный индивид, никак профессионал. У вас ничего этого нет. Вы только жалуетесь на мужа, на то, что он вот так себя ведет. А какой ему мотив вести себя по-другому? Ну, вот вы высказываете ему. Вот, вы пишите, да, ээээ... много раз выговаривала это ему. Вот. И что? И что вы выговаривали? Что дальше? Мужчина понимает язык слов? Нет. Может, и мужчина понимает? Ээээ... язык слов, свои... язык слов, ээээ... своей женщины, которая с ним живет, полностью от него зависит? Нет. Мужчина понимает только язык действий, язык поступков. Это тот, что ему понятно. когда вы говорите, что я не могу его оставить, что вы вкладываете? Ну, вот. В эту фразу. какое значение вы вкладываете в эту фразу? Для себя. Да? Вот. нет. То есть, нет такого слова не могу оставить. Я не хочу. Я боюсь. Это да. Но это уже ваша собственная позиция. Ваш мужчина ведет себя как преследователь, как тиран. Да? Потому что вы ведете себя как жертва. Перестает ведет себя как жертва. Мужчина перестает себя ведет себя как тиран. Вот. Вот что? Вот. Вот вы говорите, что он не всегда был таким грубым. Были моменты, когда мы ругались и не разговаривали, но в последнее время, где-то последние 6 месяцев мы все больше и больше ругаемся. Во-первых, что изменилось в сегодня последние 6 месяцев? Во-вторых, когда вы раньше ругались и не разговаривали, вы думали, что что-то пройдет? Откуда такая позиция? Зачем она основана? Что мужчина, ну, допустим, два года женат, ну, допустим, три года назад. Да? Вы думаете, что он поменялся? Мужчина? Он поменяется? Родевал? Или что-то еще? Понимаете, Ольга? Пока вы не возьмете личную ответственность и пока вы не перестанете быть жертвой в этой ситуации, пока вы не увидите, что это ваша жизнь и что вот это вот все вы, это все ваш выбор, все ваши решения, ваши желания привели вас сюда, не мужчина, не мужчина, ничего, ничего, только вы сами. Пока вы не увидите, что вы выбрали себе такую жизнь почему-то, пока вы видите, что вы ведете себя так, что вас не уважать, не помогать, не заботиться, не хочется, ничего не изменится. Понимаете? И самое то, что интересно с точки зрения поведения, что вот вы терпите, терпите, терпите все. Ну, есть негатив, который мужчина вам дает, терпите, терпите, терпите негатив, а потом взрывает. Ну, просто взрывает и да, и все, взорвались? Взорвались. Ну, и сказали все. Выберите негатив. И все. И опять, соответственно, завернусь на круги слоя. Ваш муж груб с вами потому, что вы позволяете к себе такое отношение. Никто не будет относиться к вам безусловно хорошо, если эти люди не обладают духовно, ну, развитием духовности. Во всех остальных случаях вам нужно себя оставить. Если вы рекомендуете себя, зарекомендовали себя, себя как прислугу, да? Как человеком, которого можно выбирать ноги, как человека, которому можно грубить, как человека, который зависит от другого, то к вам будет соответствующее отношение. И если вам это отношение не нравится, то, соответственно, его нужно менять. Это отношение. Понимаете? Подумайте. Просто подумайте, для чего вы это делаете? Чтобы что? Что двигает вами следовать к такому поведению? В какой момент вы решаете, что всё, пора выговаривать? Что ж вот, ну, что ж вам не нравится. Ведь вы же это делаете не постоянно, вы же это делаете не сразу, вы же это, ну, терпите. Негатив. Ну, значит, нужно вот именно с этим моментом разобраться. Внутренние процессы какие происходят у вас, что вы вот так себя ведёте, грубо-грубо говоря. Есть какое-то обоснование этому? Я уверен, что есть. Уверен, что оно имеется. Вот. Не уверен в себе, страх, что вы, что там, я не справлюсь, например. Ну, например, это я сейчас фантазирую просто. Вот. Понимаете? Вот. Так это, с этим нужно работать. Вам. Именно вам. Никому другому. Только вам. Делом не можно. Вот. Поэтому первое, что нужно сделать, определите чувства, которые вы испытываете за, допустим, весь день, и определите те чувства, которые вы себе подавляете. вот, ну, соответственно, причину, да, то есть, почему вы себе подавляете эти чувства. Вот. То есть, ну, какие обоснованные основания, запреты, какие? Источники. Источники запретов. Откуда? Какие они? Вот. Значит, это такой момент. Значит, и приемлемые способы реализации этих чувств. Вот. Именно приемлемые способы для вас. Приемлемые способы. Приемлемые способы. Какие могли бы быть. Вот. Это первое. И второе. Вот определите, вот из того, что вы делаете сейчас, да, что вам делать хочется и для чего вы это делаете. Что вам делать не хочется и для чего вы делаете именно то, что вам не хочется делать. Вот. И вот, собственно, сравните это все. Просто вот сравните. Ну, и все. И с этого начинаете корректировать. То, что делать не хочется, но вы понимаете, как бы, что это, например, нужно там, что у этого есть определенная, там, ну, обратная связь, там, результат и так далее. Вот. Это можно, в принципе, и делать. Вот. 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 Ну, а если вы это делаете, там, что-то вот в расчете, допустим, на то, чтобы ваш муж вас заметил, ну, грубо говоря, делать этого не ненуть. Потому что муж не заметит. Вот. В идеале, чтобы 100% того, что вы делали, вот, прямо в 100% того, что вы делали, было бы связано именно вот, только с тем, что вы делать хотите и то, что имеет результат 100%. 100%. То есть, если вы делаете что-то, что вы делать не хотите, да, то 100% результата этого должен быть. Вот. Ну, там, за редким исключением результата может не быть, да. Вот. А так, только, 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 то, что я хочу. Вот так. Это вам так, первичное задание. Такие вот будут для улучшения ситуации. Вот. Ещё можно, в принципе, порекомендовать треугольник Карпмана, изучить, изучить. Вот. Ну, просто посмотреть, ознакомиться с этим моментом. Ибо это очень интересная тема, и она про вас будет. Вот. Треугольник Карпмана тоже, в принципе, можно отслеживать, да. То есть, ну, можно отслеживать его. Нужно отслеживать его, треугольник. Вот. Чтобы эффективно использовать для себя. Ну, это навык, опять же. И цель. Цель. Нужна твоя цель. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.